Еще о ЧП «Нелепая смерть» в Мурманске мужчина утонул в яме туалета. Произошло это на улице Фестивальной. Подробности этой истории расскажут Анастасия Степанова и Константин Кабанец. Двухэтажные дома на улицах Фестивальная и Подгорная были построены еще в 1952 году. Из современных удобств здесь только отопление. За водой люди ходят на колонку на улицу, а вместо туалета в квартирах выгребные ямы. В такую дыру и провалился житель седьмого дома по улице Фестивальной. Сколько времени мужчина пролежал в болоте из фекалий, точно не определить. Помощь пришла только в пятницу утром от соседа из общежития. Молодой человек направлялся в магазин за пивом и по пути решил зайти к друзьям. Товарищ у меня, Костя, он говорит, я в три часа встал, пошел в туалет, а он там мычал, помощи просил. Ну и он в итоге и обратно пошел. Так я к нему утром потом зашел, я говорю, а где Андрюха? Он говорит, он в туалете лежит. Я говорю, так что ты, спасателей-то будешь вызывать или нет? Он, а я номера не знаю. Пока мужчины разобрались с телефонами, пока вызвали экстренные службы, пока те подъехали, прошел не один час. Вытащить человека из фекальной западни оказалось непросто. Выгребную яму никто не чистит уже много лет. Потом, когда разобрали свет, когда попал туда, то есть изнутри, ну я уже увидел, он с открытыми глазами лежит, мерз в эту всю фигню. Провалиться в таком доме несложно даже трезвому человеку в здравом уме и твердой памяти. А уж пьяному и подавно жалуются соседи. Дома, которым уже больше шести десятков лет, совсем на ладан дышат. Это у нас унитаз стоит, мы поставили. А у них вот такая вот дырка, вот так. За место унитаза такая дырка, вот это все пропрело, и вот он туда и упал. Люди хозяйственные по мере силы возможности укрепляют дом сами, иначе давно бы тоже вниз провалились, рассказывает житель соседней двухэтажки Владимир Дятлов. Туалетная яма, смыла же нет. Вот примерно так, все сам укрепляешь. Такие, такие вот. Это уже настилы сам, как говорится, ремонтировался постепенно, иначе все, он рушится. Да и такие ремонтные работы уже не помогают, сетует Владимир. На стенах трещины с большой кулак, потолок в прямом смысле на голову рушится. В сезон дождей складывается впечатление, что крыши в доме вовсе нет. Очередь на расселение этих трех домов уже подошла. По документам получить новые квартиры люди должны были еще в прошлом году. Кто знает, может, если бы эти деревяшки в 2014-м снесли, был бы жив Андрюха из седьмого дома. Ну и вот большинство участников группы телеканала ТВ-21 ВКонтакте считает, что мужчина, который утонул в туалете, не виноват. Надо было вовремя дать ему нормальную квартиру с удобствами. Более 50% проголосовавших считает, что такие дома и туалеты – прошлый век, и их надо давно было снести. 25% вины с мужчины не снимают, был бы трезвый, был бы аккуратнее. И еще 7% подозревают, что мужчину могли толкнуть в яму специально. Редактор субтитров А.Семкин